Вальцовые станки типа А1ПЗН выпускаются в трех модификациях. Мелющие вальцы установлены парами. На дранных системах установлены рифленые, на размольных микро-шероховатые. Необходимо контролировать температуру нагрева вальцов. Механизм привода вальцов состоит из... Настройка вальцов на параллельность производится двумя механизмами винтового типа. В рабочем режиме функционирует автоматическая система управления. Настройка и регулирование станка заключаются в следующем. Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня рассмотрим с вами устройство и принцип действия вальцовых станков моделей А1ПЗН А1БЗ2Н и А1БЗ3Н Которые выпускаются в трех модификациях для применения на различных мукомольных заводах. Вальцовый станок А1БЗН предназначен для использования в составе комплекта оборудования мукомольного завода. Станки установлены в группы по 4-5 машин с общими капотами. Набор станков с различной формой исполнения и последовательность их установки в каждой группе регламентированы проектом типового мукомольного завода. Электродвигатели этих вальцовых станков установлены на специальной площадке под междуэтажным перекрытием. Измельченный продукт выводится вниз. Вальцовый станок А1БЗН имеет 21 форму исполнения. Вальцовый станок А1БЗ2Н можно применять как на новых, так и на реконструируемых мукомольных заводах взамен станка ЗМ2. Станок А1БЗ2Н отличается от станка А1БЗН наличием индивидуальных капотов и возможностью установки электродвигателя на том же перекрытии, где установлен станок. А также под перекрытием на специальной площадке. Измельченный продукт выводится вниз. Станок имеет 39 форм исполнений. Вальцовый станок А1БЗ3Н можно применять также и на новых, и на реконструируемых мукомольных заводах взамен станка БВ2. Он отличается наличием устройства для верхнего забора измельченного продукта. Это устройство состоит из труб пневмоприемников для отсоса продукта непосредственно после измельчения из бункеров под вальцами системы пневмотранспорта. Вальцовый станок А1БЗ3Н имеет 22 формы исполнения. Остальные узлы и технические показатели трех модификаций вальцовых станков не имеют принципиальных различий. Поэтому устройство станков рассмотрим на примере вальцового станка А1БЗ2Н. Вальцовый станок А1БЗ2Н состоит из следующих оставных узлов. Мелющих вальцов, привода вальцов, механизмов настройки и параллельного сближения вальцов, системы привала-отвала вальцов, приемно-питающего устройства и станины. Мелющие вальцы установлены парами в обоих половинах станка, причем линия, соединяющая центры торцевых окружностей вальцов, образует угол 30 градусов с горизонталью. С уменьшением этого угла улучшаются условия питания вальцовой пары и увеличивается коэффициент заполнения зоны измельчения. В ранее выпущенных вальцовых станках этот угол составлял 45 градусов, а в перспективных моделях вальцы будут устанавливаться по одной горизонтали. Причем за счет улучшения компоновки узлов станка практически не увеличивается его ширина. Длина вальца 1000 мм, а номинальный диаметр бочки 250 мм. Масса полого вальца 270 кг, примерно на 30% меньше цельного. Валец 10 представляет собой двухслойную полую цилиндрическую бочку. Бочки вальцов отливают из чугуна на центробежной литьевой машине. Диаметр внутренней полости бочки 158 мм. Глубина наружного отбеленного слоя рабочего 10 мм. С обоих концов бочки запрессованы цапфы 9 мм. Диаметр запрессовываемой части 160 мм. Шейка цапфы имеет три части. Переходную цилиндрическую диаметром 100 мм. Опорную, состоящую из цилиндрической и конической частей, диаметром 75-80 мм. И концевую цилиндрическую, диаметром 65 мм. На конической части 13 цапфы установлены подшипники 12. А концевая цилиндрическая служит для насадки приводного шкива или шестерни 4 межвальцовой передачи. Для затяжки подшипников на концах опорной шейки вальца предусмотрена резьба для гаек. На одном конце цапфы имеется центральное отверстие для трубки 8 с охлаждающей водой. Кроме того, в цапфах имеются радиальные и продольные отверстия для гидравлического съемника подшипников с конической опорной части шейки. На торцах вальца во взаимно перпендикулярных направлениях высверлено 4 отверстия 11 диаметром 18 мм и глубиной 70 мм. При динамической балансировке вальцов на специальном станке в эти отверстия закладывают свинцовые балансировочные грузы массой 10 грамм каждый. После чего отверстия закрывают стальными заглушками. Предельный дебаланс в зоне каждого торца не должен превышать 50 грамм. В вальцовых станках типа А1-БЗН на всех драных и 11 и 12 размольных системах установлены рифленые вальцы, а на остальных микро-шероховатые. Рифленая поверхность вальцов характеризуется следующими параметрами рифлей. Количеством на 1 см окружности вальца, уклоном в градусах, углами острия и спинки профиля градусов, взаимным расположением в паре вальцов, спинка по спинке, сп дробь сп, или острие по острию, ос дробь ос. Параметры микро-шероховатой поверхности определяются по профилограмме и оцениваются среднестатистическим отклонением высот неровностей от среднего уровня в микрометрах. Мелищие вальцы вращаются в двухрядных роликовых сферических подшипниках 12, имеющих коническую посадку внутренних обоим, соответствующую опорной конической части шейки ЦАПФы. Демонтируют подшипник с конической части ЦАПФы гидравлическим съемником. Он нагнетает масло через отверстие в ЦАПФе вместо сопряжения с поверхностью внутренней обоймы подшипника. Корпуса подшипников 11 верхнего вальца прикреплены к боковой части станины четырьмя болтами М-16. Два из которых призонные, удлиненные с диаметром посадки 28 мм. Учитывая, что нижний валец перемещается относительно верхнего, для изменения зазора между ними корпуса подвижных подшипников установлены на ЦАПФах 27, запрессованных в отверстия боковины, что обеспечивает возможность угловых перемещений. Причем, левый корпус подвижного подшипника сопрягается с ЦАПФой через эксцентриковую втулку, вращением которой устраняется перекос вальцов и достигается их параллельность. К корпусу каждого подшипника четырьмя шпильками укреплены внутренние и внешние крышки. Корпуса подшипников нижнего подвижного вальца имеют свободные концы. Локти 13, опирающиеся на предохранительные пружины 17. Корпусы подшипников нижнего подвижного вальца выполняются разъемными, что позволяет снимать валец вместе с подшипниками. Система охлаждения верхнего вальца заключается в следующем. Неподвижный верхний валец 10 охлаждается водой, поступающей через консольную трубку 8, которая введена свободным концом через осевое отверстие в ЦАПФе 9 во внутреннюю полость вальца 10. Трубка длиной 830 мм имеет два отверстия. Одно в конце, а другое на расстоянии 310 мм от него. В противоположный открытый конец трубки запрессован на наконечник, который жестко соединен с корпусом 1. Внутри корпуса в подводящей магистрали установлен пробковый кран, регулирующий подачу воды во внутреннюю полость вальца. Отвод теплой воды производится через кольцеобразный зазор между неподвижной трубкой 8 и вращающейся бронзовой втулкой 2 с коническим раструбом. Втулка ввернута в резьбовое отверстие ЦАПФы. Отработавшая нагретая вода поступает в сливную камеру, отводится по трубе в охлаждающее устройство и возвращается в систему рециркуляции. Нагретая вода частично используется для увлажнения зерна в зерно-очистительном отделении мукомольного завода. При замене вальцов подачу воды в систему охлаждения перекрывают вентилем, установленным в подводящей вертикальной трубе. Охлаждение вальца происходит следующим образом. Вода через кран, регулирующий подачу, попадает в изолированную камеру, откуда через радиальное отверстие попадает в трубку и из нее разбрызгивается в полость вальца. Центробежные силы инерции, возникающие при вращении вальца, способствуют хорошему омыванию внутренней его полости и отводу тепла. При нормальной работе системы охлаждения температура быстро вращающегося вальца не должна превышать 60 градусов Цельсия. По данным испытаний, температура поверхности вальца не превышает 36 градусов Цельсия, а продукта после измельчения 25 градусов Цельсия. Охлаждение вальцов оказывает положительное влияние на технологические показатели помола. Снижение температуры в зоне измельчения предотвращает подсушивание оболочек и перегрев продуктов размола. Уменьшение влагоотдачи стабилизирует влажность продуктов измельчения, соответственно снижается накопление зарядов статического электричества. В охлажденных продуктах меньше вероятность конденсации влаги в самотечных трубах и на сетах расселов. Снижение теплового расширения охлаждаемых вальцов обеспечивает стабильность рабочего зазора. Для улучшения теплообмена внутренняя поверхность вальца должна быть обработана так, чтобы не было глубоких раковин, заусенец и других неровностей. В условиях производства необходимо контролировать температуру нагрева вальцов и измельченного продукта. Повышение температуры продукта после прохождения через вальцовый станок выше в приведенной таблице на слайде служит сигналом для выявления причин нарушения технологического процесса, такие как износ рабочей поверхности вальцов, непараллельность вальцов, неравномерность заполнения мелющей щели, недостаточный расход воды для охлаждения вальцов и других нарушений технологического процесса. В процессе размола к рабочей поверхности вальцов прилипают лепешки измельченных частей зерна. Для очистки рифленых вальцов всех систем, кроме первой и второй драных, двенадцатой размольной, установлены щетки 13 из полимерного материала. Микро-шероховатые вальцы и вальцы двенадцатой размольной системы очищаются ножами 11. Для улучшения условий запуска приводного электродвигателя необходимо, чтобы ножи соприкасались с поверхностью вальцов только после привала. Это достигается блокировкой перемещения ножей с поворотом эксцентрикового вала посредством тросов. Зазор между вальцами и ножами не должен превышать две сотые миллиметра. Привод вальцов Механизм привода вальцов состоит из привода верхнего вальца и межвальцовой передачи. Крутящий момент от электродвигателя передается клиноременной передачей на ведомый шкив 2, который установлен на правой цапфе верхнего быстро вращающегося вальца и закреплен кленовой шпонкой. Диаметр ведущего шкива для привода рифленых вальцов составляет 150 миллиметров, а для микро-шероховатых – 132 миллиметра. Предусмотрено два варианта установки электродвигателей вальцового станка. Непосредственно на перекрытие, где установлен вальцовый станок и под перекрытием на специальной площадке. Межвальцовая передача представляет собой редуктор, состоящий из двух косозубых шестерен шириной 55 миллиметров. Угол наклона зубьев – 16 градусов, 10 минут. Нормальный модуль – 6. А угол зацепления – 15 градусов. Подбирают шестерни после перенарезки вальцов в соответствии с уменьшающимися межцентровым расстоянием. Варианты подбора шестерен межвальцовой передачи представлены в таблице на рисунке. Большая шестерня изготовлена из чугуна СЧ-25, малая из стали 35. Установлены они соответственно на левых концах цапв нижнего и верхнего вальцов и закреплены кленовыми шпонками. Обе шестерни вращаются в масле, залитом в кожух 10. Кожух из алюминиевого сплава выполнен с разъемом в горизонтальной плоскости. Нижняя часть кожуха прикреплена двумя болтами к наружной крышке левого корпуса подшипника верхнего вальца. Верхнюю часть кожуха свободно надевают на нижнюю и фиксируют прижимным болтом. Механизмы настройки и параллельного сближения вальцов Настройка вальцов на параллельность производится двумя механизмами винтового типа, сопряженными с механизмом параллельного сближения. Механизм настройки параллельности вальцов устроен следующим образом. Штурвал 11 соединен шпонкой с втулкой 10, в резьбовое отверстие которой ввернут винт 2. Один из торцов винта имеет ползунок, который перемещается в прямоугольных направляющих кронштейна 8 и контактирует с роликом 7, рычага 4. Этот рычаг шарнирно связан с подвеской 6, на которой смонтированы предохранительная пружина 17 и свободный конец 13 корпуса подвижного подшипника 11. При вращении штурвала 11 по часовой стрелке винт 2 передвигается в направляющих кронштейна 8 и толкает ролик 7 рычага 4. При повороте рычага на шипе эксцентрикового вала подвеска 6 тянет локоть подвижного подшипника вверх, поднимая один конец нижнего вальца. При вращении штурвала в обратном направлении винт 2 с ползунком отходит от ролика 7. Подвеска 6 под действием собственной массы опускается, поворачивает рычаг 4 вокруг эксцентрикового вала 5 и отводит конец нижнего вальца. Стопорной головкой с помощью рукоятки 1 фиксируют установленное положение нижнего вальца. Также устанавливают и другой конец вальца. Максимальное изменение зазора между вальцами механизмом настройки параллельности составляет 4,4 мм. Чувствительность механизма характеризуется изменением зазора за один оборот штурвала и равна 0,22 мм. Если измельчение по длине вальцов не одинаково, вращением штурвала 11 поднимают или опускают концы вальцов, выравнивая рабочий зазор между ними. Механизм параллельного сближения вальцов после настройки предназначен для точной установки рабочего зазора. Требуемый рабочий зазор между вальцами устанавливают вращением рукоятки 1, которая поворачивает винт 4 в гайке рычага 5. Рычаг разворачивает эксцентриковый вал 7, при этом приближается или отходит нижний валец. Максимальное изменение зазора между вальцами механизмом параллельного сближения составляет 1,2 мм, а чувствительность механизма за один оборот рукоятки 0,06 мм. Система привала-отвала вальцов обеспечивает автоматическое и ручное управление этими операциями. Ручной привал вальцов выполняется подъемом рукоятки 1. Усилие, прикладываемое к рукоятке, преодолевает сопротивление пружины кручения на эксцентриковом валу 7 и через рычаг 5 поворачивает его. Шипы вала 7 переместят вверх рычаги, подвеску, предохранительные пружины и так называемые локти подвижных подшипников. Произойдет привал вальца. Положение привала фиксируется защёлкой 2, которая зацепляется с упором 3, запрессованным в боковине станка. Защёлка имеет два зуба для частичного или полного привала вальца. Положение защёлки удерживается нажимным эксцентриковым фиксатором. При опускании рукоятки или снятии защёлки с упора система срабатывает в обратном порядке и под действием собственной массы нижнего вальца и пружины кручения происходит отвал. При попадании в межвальцовый зазор инородных тел размером до 5 мм предохранительная пружина обеспечивает безопасное их прохождение за счёт отвала нижнего вальца. В рабочем режиме функционирует автоматическая система управления привалом-отвалом вальцов. В качестве датчика системы управления использован сигнализатор уровня продукта, например, СУЗ-М115. А исполнительными механизмами служат электромагнитный клапан и пневмоцилиндр. Емкостной чувствительный элемент 8 сигнализатора уровня установлен в приёмной трубе вальцового станка. Продукт, находящийся в приёмной трубе, изменяет электрическую ёмкость чувствительного элемента, который вырабатывает сигнал управления. Его величина непосредственно зависит от степени заполнения горловины станка продуктом, поступающим на измельчение. Управляющий сигнал преобразуется в напряжение постоянного тока и усиливается в схеме электронного блока. При определённой величине сигнала происходит замыкание контактов реле. В результате электромагнитный клапан 15 открывает доступ к сжатому воздуху под давлением 0,5 мегапаскаль. К поршню пневмоцилиндра 18. Поршень поднимает шток и через систему рычагов разворачивает эксцентриковый вал 22 на привал нижнего вальца. При уменьшении уровня продукта в приёмной трубе до определённого предела, управляющий сигнал по величине становится недостаточным для удержания контактов реле в замкнутом состоянии. Клапан 15 перекрывает доступ к сжатому воздуху в пневмоцилиндр. Поршень со штоком опускается и механизм срабатывает на отвал вальца. При работе станка в автоматическом режиме возможен принудительный отвал вальцов ручным пневмопереключателем, который через двухходовой распределитель воздуха быстро сбрасывает давление в пневмоцилиндре. Приёмно-питающее устройство состоит из приёмной трубы, волкового питающего механизма с приводом, заслонки и системы регулирования подачи продукта. Приёмная труба 6 представляет собой стеклянный цилиндр диаметром 298 мм, установленный в горловине 7 вальцового станка. Приёмные трубы вальцовых станков, обслуживающих различные технологические системы, разделены вертикальной перегородкой, которая обеспечивает автономное питание каждой половины станка. В каждой половине трубы установлен чувствительный элемент 8 – сигнализатора уровня продукта. Механизм подачи в зависимости от физико-механических свойств исходного продукта в станках различных технологических систем имеет семь форм исполнения и включает в различных сочетаниях волковый питатель, редуктор, переключатель скоростей, заслонку и привод. Питатель выполняется в трёх вариантах – дозирующие и промежуточные волки для первой драной системы, дозирующие волок со шнеком для остальных драных систем, дозирующие и распределительные волки для размольных систем. Диаметр волков и шнека 74 мм. На поверхности дозирующего волка нанесены продольные рифли с уклоном 1 градус 30 минут в количестве 50, 30 или 20, в зависимости от технологической системы. Распределительный валик имеет 50 поперечных рифлей с шагом 2 мм. Шнек выполнен в виде вала с лопастями, установленными перпендикулярно его оси. Лишь крайние лопасти расположены так, чтобы слегка задержать движение продукта в осевом направлении. Промежуточный волок не имеет нарезки. Он изолирован от зоны подачи продукта и выполняет лишь кинематические функции. Все питатели типа волок со шнеком или двухволковые для 11 и 12 размольных систем имеют редукторы для 4-х позиционного регулирования скоростей дозирующего волка. Редуктор представляет собой блок 3, состоящий из 4-х ведущих и 4-х ведомых шестерен. Каждая из ведущих шестерен редуктора вытяжной шпонкой закреплена на валу. Каждая из ведущих шестерен редуктора вытяжной шпонкой, перемещаемой рукояткой 6, может зацепляться со своими ведомыми шестернями. В первом положении рукоятки, соответствующем наименьшей скорости вращения волка 1, передаточное отношение равно 2,1, во втором 1,8, в третьем 1,6, в четвертом 1,4. Скорость вращения дозирующего волка питающего механизма устанавливают так, чтобы слой продукта был тонким, но распределялся по всей длине волка. Заслонка 9 с зубчатой кромкой для станков драных систем, кроме 1 и 4 мелкой, или гладкой для всех остальных систем, образует с дозирующим волком 3 питающий зазор, который устанавливают вручную регулятором 10, размещенным на внутренней стороне боковины станка. Целью автоматического регулирования питающего зазора является стабилизация уровня продукта в питающей трубе, независимо от колебаний его подачи. Это предотвращает частое срабатывание автоматической системы отвала нижнего вальца. Автоматическое регулирование питающего зазора каждой половине станка осуществляется следующим образом. Поступающий в приемную трубу и горловину станка продукт опускает вниз две шарнирно подвешенные гофрированные шторки датчики 15, которые поворачивают вал 11, рычаг 12 и планку 10. При этом растягивается возвратная пружина 14. Планка 10 давит на ролик 9 и через него на промежуточный рычаг 8, который поворачивает вал 5 с рычагом 7. Рычаг 7, связанный с тягой 4, поворачивает заслонку 3, увеличивая питающий зазор. Чем больше поступает в станок продукта, тем больше устанавливается питающий зазор. При уменьшении потока продукта снижается давление на шторки датчики 15. Возвратная пружина 14 сжимается и приподнимает их. Система рычагов срабатывает на уменьшение зазора. Для каждой технологической системы устанавливают вручную диапазон автоматического перемещения заслонки с помощью ограничительного винта 6. Регулируют натяжение возвратной пружины 14, гайкой 16, положение планки 10 и соответственно рычага 8 с роликом 9. Привод механизма подачи продукта осуществляется плоскоременной передачей 16, ведущим звеном которой служит ведомый шкив привода мелющих вольцов. Со ступицы приводного шкива вращение передается на шкив 15. На одном валу с ним установлены две полумуфты 13 и 14 кулачковой муфты, которые входят в зацепление одновременно с привалом вольца. Перемещение подвижной полумуфты 13 на расцепление при отвале вольца выполняет тяга 18 с вильчатым поводком. На привал полумуфта 13 перемещается под действием пружины 12. При соединенных полумуфтах валик шестерня 11 связанная с полумуфтой 13 шпонкой, передает вращение шестерни 10, установленной на цапве шнека 9, в других вариантах питающего механизма промежуточного или дозирующего волка. Последний, то есть в данном объяснении шнек 9, вращается в направлении противоположном вращению шкива 15. На другом конце шнека установлена шестерня 7, находящаяся в зацеплении с промежуточной шестерней 8. Она при отсутствии редуктора зацепляется с шестерней 2, установленной на цапве переднего волка 1. При наличии редуктора шестерня 7 вращается вместе с четырьмя ведущими шестернями блока 3, которые могут зацепляться с соответствующими ведомыми. А шестерня 2 в этом варианте свободно вращается на цапве волка 1 и выполняет функцию смазки. Аналогичное назначение имеет шестерня 19. Питающие волки установлены в подшипниках скольжения. Смазка подшипников и шестерен питающего механизма осуществляется при разбрызгивании шестернями масла, захватываемого из нижней части корпусов редуктора и привода механизма. Станина вальцового станка выполнена из чугуна разборной конструкции. Она состоит из двух боковин, двух продольных стенок и траверсы. Детали станины соединены между собой болтами. В боковинах имеются отверстия и проемы для размещения подвижных и неподвижных узлов станка. Станок полностью закрыт капотом, который изготовлен из четырех съемных нижних и четырех откидных верхних стальных штампованных ограждений. Работа вальцовых станков начинается с пуска электродвигателя, от которого кленовыми ремнями вращение передается шкиву верхнего вальца, а от него через межвальцовые шестерни нижнему вальцу. От ступицы шкива верхнего вальца плоским ремнем передается шкиву питающих волков, а от него ведущий полумуфте кулачковой муфты. При наполненной продуктом приемной трубе ямкостной чувствительный элемент сигнализатора уровня обеспечивает замыкание цепи электромагнитного клапана, который соединяет магистраль сжатого воздуха с рабочей полостью пневмоцилиндра. При этом поршень переместит шток вверх, а от него через систему рычагов повернется эксцентриковый вал и поднимет так называемый локоть корпуса подвижного подшипника. В результате произойдет привал нижнего вальца. Под действием пружины ведомая полумуфта кулачковой муфты входит в зацепление с ведущей полумуфтой и вращение через шестерни передается соответствующим волкам для подачи исходного продукта на измельчение. Под действием массы продукта преодолевая сопротивление пружины, шторки-датчики питания через систему рычагов повернут заслонку и через зазор между ней и дозирующим волком начнет поступать продукт. При прекращении поступления продукта в приемную трубу станка разомкнется цепь электромагнитного клапана и через систему рычагов произойдет отвал мелющих вальцов. Одновременно загорится лампочка на лицевой панели станка, сигнализирующая холостой ход. Особенностью вальцового станка А1БЗ-3Н является наличие устройства для забора и транспортирование измельченного продукта вверх непосредственно из выпускного бункера станка системы пневмотранспорта. Пневмоприемники выполняются в различных вариантах, обеспечивающих раздельный или совместный выход измельченных продуктов. На рисунке показан вариант раздельного вывода разных продуктов из каждой половины станка. Форма исполнения вальцовых станков включает следующие переменные параметры. Первое. Сочетание половин станка для определенной технологической системы. Второе. Характер рабочей поверхности мелющих вальцов. Параметры рифления или микро-шероховатости. Третье. Отношение окружных скоростей мелющих вальцов. Дифференциал. Два с половиной или одна целая двадцать пять сотых. Четвертое. Способ очистки мелющих вальцов. Нож или щетки. Пятое. Варианты устройства механизма подачи исходного продукта. Тип волкового питателя, наличие редуктора, кромка заслонки, диаметры шкивов плоскоременной передачи. Шестое. Мощность электродвигателя каждой половины станка. Седьмое. Диаметры приводных шкивов. Сто пятьдесят или сто тридцать два миллиметра. Восемь. Вариант установки электродвигателя над перекрытием или под ним. Девять. Способ капотирования вальцовых станков. Групповой или индивидуальный. Настройка и регулирование станка заключается в следующем. При работе вальцового станка на холостом ходу проверяют наличие смазки, работа устройства привально-отвального механизма вручную от пневмопереключателя, от системы дистанционного и местного включения в автоматическом режиме, блокировку включения питающих волков и перемещения заслонки. Отсутствие заклинивания вальцов при вращении вручную. Крепление резьбовых соединений. Правильность установки и равномерность рабочего зазора между приваленными не вращающимися вальцами на расстоянии от 50 до 70 миллиметров от их торцов. Перемещение очистителей вальцов. Состояние ремней. Нагрев подшипников. Температура не более 60 градусов Цельсия. Работа электросхемы и аппаратура. Подача воды и давления сжатого воздуха в сетях. Работа подводящих и отводящих транспортных устройств. Настройка и оперативное регулирование режима размола каждой половины станка под нагрузкой сводится в основном к регулированию системы питания и рабочего зазора между мелющими вальцами. У станков, имеющих в механизме питания редуктор, устанавливают вначале минимальную скорость дозирующего волка, что соответствует положению рукоятки 1, отметка 1 по шкале. И далее подбирают оптимальное значение скорости вращения. Не допускается переключение скоростей на ходу. В соответствии с распределением нагрузок по технологическим системам с помощью регулятора вручную устанавливают минимальную величину питающего зазора между заслонкой и дозирующим волком. На драных системах 0,35 мм, на размольных 0,15 мм. Максимальный питающий зазор, устанавливаемый ограничительным винтом, должен обеспечить верхний предел подачи исходного продукта, при котором токовая нагрузка электродвигателя по показаниям амперметра не превышала бы 80% от номинальной. Если это условие не соблюдается, питающий зазор должен быть уменьшен. Регулирование системы питания и рабочего зазора следует проводить последовательным приближением к требуемым показателям, с постоянным контролем нагрузки электродвигателя, а также подводящих и отводящих транспортных систем. На станках размольных систем визуально проверяют равномерность распределения продукта по длине распределительного волка. На каждой половине вольцового станка проверяют извлечение, которое должно соответствовать действующим правилам. При настройке режима размола проверяют чувствительность автоматической системы регулирования подачи исходного зерна в установленном диапазоне, расположение конуса продукта в приемной трубе относительно чувствительного элемента сигнализатора уровня. После настройки режима размола должны быть затянуты контролочные устройства органов регулирования. В дальнейшем для данной помольной партии не следует корректировать режим помола, который должен обеспечивать стабильные результаты в течение длительного времени. Производительность 84 тонны в сутки указана. Для половины станка первой драной системы сортового помола пшеницы влажностью 15-16% в первые 2000 часов работы станка с извлечением 30%. Извлечение определяется как проход через сито номер 19. Это важная информация, которую следует учитывать при подборе размольного оборудования. Отличительные особенности вальцовых станков типа А1БЗН по сравнению со станками БВ2 и ЗМ2 состоят в следующем. Вальцы изготавливают пустотелами, что снижает металлоемкость станков. Установка их под углом 30 градусов к горизонтали улучшает условия питания. Наличие водяного охлаждения быстро вращающихся вальцов создает стабильный тепловой режим в зоне измельчения, что благоприятно сказывается на количественно качественных показателях процесса измельчения. Одновременно охлаждаются подшипники. Совокупность конструктивных особенностей высокой точности обработки, применение износ стойкого рабочего слоя вальцов существенно повышает их долговечность. Рифленых до 3 лет, гладких не менее 10 лет. Автоматическая система привала-отвала нижнего вальца сблокирована системой управления подачей исходного продукта, что позволяет дистанционно управлять станком, обеспечивая стабильность и надежность его работы. Применение конической посадки подшипников позволяет производить демонтаж их гидравлическим съемникам. Наличие горизонтального разъема в корпусе подшипников дает возможность снимать их вместе с подшипниками. Значительно снижается трудоемкость этой операции. В формах исполнения вальцовых станков с большим количеством переменных параметров максимально учтена специфика каждой технологической системы. Наличие трех моделей вальцовых станков А1БЗН, А1БЗ2Н и А1БЗ3Н повышает их универсальность и область использования. Техническая характеристика вальцовых станков типа А1БЗН представлена на картинке. Нормальную работу станка под нагрузкой характеризуют. Во-первых, величина зазора питания. Она должна быть отрегулирована на всех станках, чтобы продукт не накапливался чрезмерно в приемных бункерах отдельных систем. Продукт должен поступать равномерно по всей длине волков. Во-вторых, продукт, выходящий из волков станка, не должен быть горячим. Причинами чрезмерного нагрева могут быть А. Тупые сработанные рифли на нарезных галках. Б. Заполированность гладких волков, которая ухудшает затягивание продукта волками, вследствие чего уменьшают зазор между волками, повышают давление на них и увеличивают величину работы сил трения. В. Плохая работа аспирации, вследствие засорения или негерметичности аспирационных воздуховодов. В-третьих, степень измельчения продукта по всей длине волков должна быть строго одинаковой. Если степень измельчения продукта с одной стороны волка меньше или больше, чем с другой, то следовательно волки не параллельны и рабочий зазор по длине волков не одинаков. Если волки интенсивно измельчают продукт лишь посередине, то это может быть следствием неточности геометрической формы волков либо наличия ножниц, то есть перекоса волков в горизонтальной плоскости. Когда волки размалывают продукт лишь по краям, то это указывает на неправильность геометрической формы волков по их длине. В-четвертых, гладкие волки не должны, так сказать, клеить, то есть продукт не должен налипать на волки. Не должен он также выходить из-под волков в виде лепешек. Причинами этих нарушений режима могут быть а. Поверхности волков отшлифовались до глянца, что легко может получиться при 10-20-минутной работе станка без продукта, а также вследствие плохого качества чугуна волков. Б. Слишком влажный продукт. В. Чрезмерно низкий режим измельчения, при котором, вследствие, несоразмерно малой величиной рабочего зазора между волками, продукт не только измельчается, но и прессуется. Г. Плохая работа механизма для очистки волков. В. Пятых, степень измельчения продукта в течение длительных отрезков времени должна быть стабильной. Неравномерность степени измельчения может явиться следствием произвольного изменения величины зазора питания, что либо увеличивает, либо уменьшает толщину ленты продукта, и, следовательно, изменяется удельная нагрузка на станок. Изменение же удельной нагрузки влечет за собой изменение степени измельчения, за исключением первой драной системы. В-шестых, измельченный продукт должен выходить из-под волков равномерной лентой, а не прерывисто. Причинами прерывистого выхода продукта могут быть слабое натяжение и буксование ремня, неравномерная подача продукта, механизмом питания в зонд измельчения, несоосность бочки волка с его шейками, несбалансированность волков при больших зазорах в подшипниках. В-седьмых, станок не должен потеть, то есть влага не должна конденсироваться на внутренних поверхностях и деталях станка. Конденсация влаги возможна в том случае, когда на размол поступил слишком влажный продукт, а также при плохой работе аспирации. В-восьмых, подшипники не должны греться, смазка вытекать, шестерни, соединяющие быстро, и медленно вращающиеся волки, чрезмерно шуметь. Причины нагрева подшипников весьма различны, но основной из них обычно является плохая работа смазочных устройств, в частности засорение смазочных каналов и канавок. Либо применение загрязненного масла или масла недостаточной вязкости, нормальная вязкость масла 54,64 квадратных миллиметров на секунду при 50 градусах Цельсия. Шум шестерен возможен при перекосе шестерен шпонками, неуравновешенности волков, шестерен, приводного шкива, неправильном подборе числа зубьев шестерен, когда зубья одной шестерни упираются во впадины другой, отсутствие в кожухе, ограждение шестерен масла для их смазки. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok